Встречайте, Александр Карпенко. Добрый день, дорогие друзья. Я с большим волнением, честно говоря, шел на эту встречу, поскольку я выступал, может быть, лет 15 или 20 тому назад перед другими людьми в этом же здании. И всегда для меня это волнительно, поскольку медики вернули меня к жизни, я считаю, что, ну не то, что долг какой-то перед медиками, но хотя бы вот в слове выразить свою благодарность. И первое стихотворение, которое я вам прочту, называется «Медицинская сестра», вернее, даже «Сестра милосердия». Владимир Мигуля, известный композитор, с которым я сотрудничал в то время, написал мелодию на эти стихи, а потом и я написал тоже на эти стихи мелодии. Но сегодня, поскольку контрактуру пальцев на левой руке так и не удалось мне восстановить, на детали мне играть сложно, с клавишами так немножко дружу. Вот, поэтому сегодня только стихи. Сестра милосердия. Нам в горах не судилось пропасть, Пусть непросто нам было судьбу нести. Ты была моя первая страсть, Медсестра моей огненной юности. Из души изгоняла ты хмарь, Материнство полна и усердия. Не случайно тебя мы, как в сталь, Величали сестрой милосердия. Рано нежно стянули бинты, Улыбнулись глаза твои синие. Кто сказал, будто слабая ты? Ты такая безустро весильная. Даже пусть мы сгорим на беру, Не оспорив у Бога бессмертия. Мы не сироты в этом миру. Мы братишки, сестер милосердия. Спасибо. Ну и, конечно, много очень творчества было написано еще в те далекие 80-е годы, когда я три года мыкался по разным госпиталям. И, конечно, врачи вложили всю свою душу. Причем не только наши, но и американские, калифорнийские врачи. Там интересная формулировка была, врач сам заплатил за свою операцию. То есть у них другая совершенно система. У нас еще была бесплатная медицина, а там совершенно другая. В общем, я благодарен всем, 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 конечно, и безымянным кабульским врачам, которые меня без сознания, с комбинированной травмой, ожоги второй и третьей степени, переломы обеих ног, закрытые, открытые. Потом аппараты Елизарова ставили уже в бурденках. В общем, было тяжело. Ну и я со своей стороны выходил. Это была какая-то самотерапия, наверное. Тоже писал вот такие вот стихи. Вот и все. Мучусь, корчусь от боли, Весь бинтал на постели сырой. Я наехал на минное поле и погиб. Может быть, как герой. Вот и все. Как нелепо. Все вышло. Где-то в воздухе кружится гриф. Только стоп. Быть не может. Я мыслю. То есть это значит, что я еще жив. Жизнь. Опять начинать. Все сначала. Даже если семь пядей во лбу. Это трудно. Но сердце сказал. Я настрою себя на борьбу. Я лежу перед желтой стеною. Боль отведав. И горечь вкусив. Жизнь, натянутой туго струною, Проверяет сердца на разрыв. Не бросай меня, жизнь. Я не стружу. Часто все отнимает беда. Только душу. Бессмертную душу не разрушит никто. Никогда. И в заключение еще одно стихотворение, Которое тоже так. На медицинскую тему, Плавно переходящую, Объединяющую врачей И поэтов, которые Доноры духа. Донор. Я кусал воспаленные губы. Много крови я пролил в бою. Но нашлась подходящая группа, Чью-то кровь побратал и мою. И бессонную выдержал муку. Сокрушив в своем теле врага, Подал жизни я крепкую руку. И постиг, как она дорога. Мне иного не надо призвания. Правду сердца искать на Руси. Ты продлись на мгновенье. Дыхание до людей и до звезд. Донеси боль, которую сердцем затронул, Перелил в капилляры строки. Стихотворец, общественный донор, Если кровью исходят стихи. Спасибо. Спасибо.